Всем привет! Локомотив вышел на финишную прямую сезона. Осталось всего две игры с ЦСКА и с Уралом. К сожалению, предыдущая неделя вновь не подарила нам радости побед. Обе игры, что со Спартаком, что с Уфой завершились в ничью. Оба раза Локомотив сперва пропускал, а затем героически отыгрывался. Ну а подробнее о том, что происходило с Локомотивом на прошлой неделе, в очередном выпуске Ежи новостей. Начнем по традиции с футбола. График с двумя играми в неделю продолжается, но на этот раз соперники у нас были посерьезнее, чем Крылья и Сочи. Спартак, хоть и переживает очередной виток колеса болеющейской Сансары, все равно остается очень неудобным для нас соперникам. И здесь дело в стиле ТДСК, который роднит Спартак со вторым нашим соперником на этой неделе Уфой. Обе команды любят играть в три центральных защитника, отдавая мяч сопернику и выстреливая контратаками. В первом круге, при подавляющем преимуществе Локомотива, Спартак обыграл нас с разгромным счетом 3-0, хотя до первого гола казалось, что Локомотив вот-вот и додавит своего соперника. К счастью, в Локомотиве понемногу разрешается ситуация с травмами. В лазарете на данный момент остаются Дмитрий Баринов, Маринато Гелермия, Лука Джорджевич и давно пропавший с радаров Борис Ротенберг. Многие люди считают, что Ротенберг заканчивает карьеру, но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась. Про Гелерми, например, Марко Николич все время говорит то, что вратарь готовится к следующему матчу, однако вот уже три игры в воротах стоит Антон Коченков. Таким образом, невероятный мышечный спазм выбил Маринато Гелермия аж на полторы недели минимум. Напомню, что постоянный гость наших выпусков, врач команды Никита Корлицкий, еще после игры с крыльями советов говорил о том, что на 90% Гелермия должен сыграть в Сочи, но с тех пор так и не поправился. Знаете, у меня все больше появляется вопросов к нашей медицинской службе. Сначала куда-то пропал Лука Джорджевич, хотя его должны были поставить на ноги еще к июню. Теперь пропал Маринато Гелермия. Странно все это. Луч света в этом темном царстве, возвращение Джефферсона Фарфана в общую группу, а затем и триумфальное появление Наполео в матче с Уфой. Признаться, я никак не ожидал, что после более чем годичного простоя перуанец сможет так быстро вернуться в строй. Но Космо Джефф умеет удивлять. Впрочем, это было потом с Уфой. Пока же Спартак. К счастью, в матче со Спартаком смогли принять участие наши крайние защитники Владислав Игнатьев справа и Мацей Рыбус слева, что позволило нивелировать один из главных козырей Спартака быстрые атаки по флангам. К сожалению, построить свою контр-игру у Локомотива не удалось и весь матч превратился в невероятное мучение. Мы ломали игру Спартака, они ломали нашу. Добавьте еще сильнейший ливень, который накрыл Москву, и вы поймете, что это был не тот матч со Спартаком, который жалко пропускать. Спартак забил в середине первого тайма. Простейший навес с фланга Игнатьева, который никто не думал накрывать. Макеев не добегает за Понца, и тот спокойно кладет мяч в уголок. Коченков лишь провожает его взглядом, надеясь, что штанга хоть чуть-чуть, но подвинется. Но нет, Антон, штанги на этом стадионе заговариваются совсем иным способом. Отыгрались практически сразу же. Конечно же, благодаря Алексею Мирончуку. Вошел в штрафную на дриблинге, получил по ногам от Наили Умярова, и пока зрители смотрели повтор нарушения, взял да и засандалил с левой ноги в правой от себя угол. Без всяких остановок на шаге, со всей силы, без шансов для вратаря. Ну почему всегда-то так нельзя? После матча Марко Николич немало удивил тем, что сказал, что Локомотив очень хотел победы и стремился к ней в концовке матча. Наверное, именно поэтому за всю игру Локомотив провел только две замены. В перерыве неудачно сыгравшего Куликова, который заменял дисквалифицированного Крыховика, заменил Рифат Жамаледдинов, а в концовке вышел Дмитрий Рыбчинский вместо Антона Мирончука. При этом Эддер провел на поле все 90 минут, хотя, кажется, был к этому совершенно не готов. Вы помните, что в матче с Сочи он получил травму, а Сулейманов, который накануне матча выступил с замечательным заявлением, что футбол у Палыча старомодный и жесткий, а у Николича современный и атакующий, а с самим Сулеймановым регулярно проводятся индивидуальные разговоры, не получил на поле ни минуты. Благодаря этому современному и атакующему футболу Локомотив нанес по воротам Максименко лишь один удар в створ, да и тот с пенальти. Напомню, что после возобновления чемпионата ворота Спартака дважды залетали мячи от Арсенала, дважды от ЦСКА и трижды от Тамбова. Вот такая вот современная модель игры. После такой унылой ничьей со Спартаком только заядлый оптимист ждал бы яркого футбола от Локомотива в матче с Уфой. Но к этой игре у Локомотива появился фактор фарфана. 70 минут Локомотив перекатывал мяч и пытался отыграться. После того, как Уфа реализовала пенальти за снос Мурила игрока Уфы в своей штрафной. В игре со Спартаком Мурила был безоговорочно лучшим футболистом нашей команды. А вот уже в следующем матче с Уфой Никличу хватило всего 45 минут, чтобы заменить Мурила от греха подальше. 70 минут Локомотив не мог создать хоть что-нибудь отдаленное, напоминающее опасность у ворот Белинова. И наоборот, Уфа Евсеева очень здорово выходила в свои контратаки, особенно стараниями молодого 19-летнего Узбека Урунова. Кстати, такое ощущение, что уже во всех командах РПЛ есть молодые игроки, которых покупают для того, чтобы развить, а затем продать. Ну вот смотрите, Урунов в Уфе, Зайнудинов в Ростове, Хвичек в Рацхелии в Рубине, не говоря уж о Спартаке и ЦСКА. И только в Локомотиве говорят о том, насколько это важно для клуба, и не делают ровным счетом ничего. Кроме, конечно, покупки знакомого Гвардиолы и Зидана за 2,5 миллиона евро, которого уже второй тренер меняет после первого тайма игры. 70 минут футболисты Локомотива пытались поставить рекорд по количеству поперечных передач, вместо того, чтобы отправлять мяч в штрафную. И тут появился Джефф. Я не верил, что это возможно. После годового перерыва выйти и перевернуть игру. Просто вбежал в нужную точку и спокойно переправил головой мяч в сетку, даже без особого прыжка. Словно и не было этого года попыток игры без форварда. Он просто вышел и показал как надо. Весь год мы мучились, пытаясь научить Эдера или Смолова забивать. Потеряли важнейшие очки, что в чемпионате, что в Лиге чемпионов. Просто потому, что не было на поле человека, который может воткнуть этот чертов мяч в сетку. И тут выходит Фарфан на замену и через 10 минут забивает. И это настоящая боль. Боль от того, насколько все могло пойти по-другому, не получив Фарфанту злополучную травму на Кубке Америки. Ну или купи Василия Александровича кого-нибудь на замену Фарфану. Хотя это совсем из области фантастики. А ведь мы уже даже после возобновления чемпионата потеряли кучу очков, просто потому, что наша атакующая модель строится на том, что Алексей Миранчук что-нибудь придумает и забьет. Другого варианта нет. А ведь на кону 25 миллионов евро за выход в групповой этап Лиги чемпионов со второго места. Но нам, конечно, не нужен спортивный директор. Нам нужен трансферный комитет и Василий Кикнадзе. Они рассмотрят 18 очередных кандидатов и где-нибудь к концу августа примут какое-нибудь решение. Ну а что говорить про Джеффа? Джефф кумир. И один из лучших, если не лучший, легионер в истории Локомотива. Джефф мой кумир. Мой кумир Джефф. Матч с Уфой закончился со счетом 1-1. Ничья была самым, наверное, прогнозируемым результатом. И весь вопрос был только в том 0-0 или 1-1. Поэтому самое интересное случилось не на футбольном поле, а за его пределами. Во-первых, Василий Кикнадзе, сидя на вип-трибуне, умудрился показать средний палец одному из болельщиков, который что-то ему крикнул. Что конкретно выкрикнул болельщик, мы с вами никогда не узнаем. Однако в любом случае ответочка от Кикнадзе, довольно солидного мужчины, выглядит довольно странной. В сети довольно быстро распространилась явно отфотошопленная картинка с Василием Кикнадзе, показывающим средний палец. Однако то, что данный инцидент действительно произошел, подтвердил сам Василий Кикнадзе, за что был немедленно вызван Российским футбольным союзом в комитет по этике. Ну как, если РЖД не может, РФС поможет. Я погорячился, я с вами согласен. Я, честно говоря, даже не знаю, как это комментировать. Разное было в отношениях болельщиков и руководителей футбольного клуба «Локомотив». Методы были омерзительны совершенно по-разному. Но вот до такого, чтобы показать просто средний палец болельщику, по-моему, еще никто не опускался в России. Затем, после матча с Уфой, Василий Кикнадзе решил собрать болельщиков у западной трибуны для того, чтобы ответить на их вопросы. Болельщики, разумеется, не с юга, с востока и приглашенные журналисты. Все это очень сильно напомнило ту самую тайную вечерю Геркуса, за которую его очень сильно критиковали. Разве что здесь Кикнадзе высказался про Семина еще заранее в прессе. Поэтому на самой встрече попросил про Семина ничего не говорить. Я на все вопросы про Юрия Павловича ответил в интервью. Если вы хотите возвращаться и бесконечно ходить по своим и моим мозолям, я против. И если честно, то комментировать слова Кикнадзе от раза к разу становится все сложнее. Слишком уж быстро меняется картина его мира. В одном интервью он заявляет то, что Семина вообще не было на совете директоров. А здесь говорит о том, что Семин присутствовал, а не было Кикнадзе. И разговор длился 4 минуты. В одном интервью он говорит о том, что Семина вполне мог поддержать совет директоров, но выбрал Николича. А здесь говорит о том, что... Условия продления не было, в принципе. Как только Василию Кикнадзе начинают задавать какие-то неудобные уточняющие вопросы, например, почему с Дмитрием Тарасовым, который 10 лет играл за букву L на груди, мы решили судиться, а Хеведусу, который просто решил не приехать на сбор почет и уважение, он тут же очень топорно уходит в сторону и останавливает собеседника. Кикнадзе пообещал очередную встречу с болельщиками перед началом следующего сезона, но, судя по всему, мы услышим только очередные противоречия самому себе и бесконечный стоп. Если хотите окунуться в бездну красноречия Кикнадзе, то Александр Лопатенко с канала Ядовитый взгляд собрал для Вас самое интересное с этой встречи. Ссылка будет в описании. На контрасте Юрий Семин, который в начале прошлой недели дал обширное интервью Нобелю Арустамяну для его программы «Инсайдеры». За всю почти часовую программу у вас не найдется ни одного повода для того, чтобы прицепиться к словам 73-летнего специалиста, ни поймать его на противоречиях самому себе, ни на манипулировании фактов, ни на уходе от неудобных вопросов. Где попросили конкретики, все подробно рассказал. А если не готов по памяти, то вот бумажечка на ней все записано. Ничего принципиально нового Семин, конечно, не сказал, разве что подтвердил, что никакого запроса по Мирончуку от Милана он не блокировал. Все это сделал сам клуб. Но все равно программа получилась очень теплой и ламповой. Советую всем к просмотру. Хорошего настроения. Самое главное, чтобы вы болельщикам создали это настроение. Впереди ЦСКА. Игру отодвинули на сутки вперед, она состоится в четверг. Интересно, какие новые обстоятельства открылись перед РФС, что они не могли с самого начала так сделать. Но, как обычно, я рад, что хотя бы в таком виде благоразумное решение было принято, потому что играть через два дня на третий в этом случае было абсолютно без надобности. Игра с Уралом состоится еще потом через неделю. От этого матча уже зависит абсолютно все. Победа над ЦСКА гарантирует, что ниже третьего места, Лига Чемпионского пока еще, мы не упадем. А вот поражение уже, скорее всего, лишает нас Лига Чемпионских амбиций. К сожалению, теперь уже не все зависит от нас. Если Краснодар победит во всех своих матчах, включая перенесенность Динамо, то они окажутся на второй строчке, дающей прямой выход в групповой этап Лиги Чемпионов. А мы будем бороться с ЦСКА лишь за третью, которая дает путь в тяжелую квалификацию. Ну что ж, удачи команде и следим за этим чудным посткоронавирусным футболом, в котором может случиться абсолютно всякое. Встретимся на этом же месте через неделю и поговорим о том, как сложился матч ЦСКА. Не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, ставить лайк и писать комментарий, например, о том, как вам очередной выход кикнадзепнарод. С вами был Тим, пока! Субтитры подогнал «Симон»!